В США тысячи людей требуют ужесточить контроль за оборотом оружия. Центр протеста Флорида, где на этой неделе произошел массовый расстрел в школе. Жертвами трагедии стали 17 детей. Протестующие провели митинг, в том числе и у офиса Национальной стрелковой ассоциации главного оружейного лоббиста в стране. Они украли у нас детство, потому что он, психически больной человек, который стоял на учете в психолечебнице, который был под наблюдением ФБР, смог легально купить винтовку. Он легально купил самозарядное оружие, а затем пришел в мою школу и убил 17 моих друзей. Из-за существующих законов люди, которых я любила, мертвы. Я больше никогда их не увижу. Я не хочу каждый день, когда я провожаю детей в школу, обнимаю их, целую, бояться, что уже не заберу их домой. Это неправильно. Так быть не должно. Дональд Трамп сегодня возложил ответственность за произошедшее на ФБР. В своем твиттере он написал, что спецслужба слишком увлеклась поисками тайного сговора его администрации с Россией и пропустила многочисленные сигналы об опасности. Она исходила от Николаса Круза, который и устроил стрельбу. В его социальных сетях действительно периодически появлялись фотографии с оружием, а в соответствующие службы не раз поступали жалобы на неадекватное поведение молодого человека. К слову, оружие он купил на законных основаниях. На этом фоне многие осудили проведение в крупнейшем городе Флориды, Майами, оружейной выставки. Организаторы сказали, что готовились к ней несколько месяцев, вложили несколько миллионов долларов и отменять или даже переносить мероприятия не будут.